Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как справиться с послеродовой депрессией? Я во второй раз стал мамой, было кетерево, боюсь, что старший ребенок будет ревновать. Плачу, но безумно устаю, еще боли после анестезии, муж вообще никак не помогает, постоянно плачу, пропал аппетит, и появилась раздражительность. В первую очередь, если у вас есть послеродовая депрессия, ее нужно диагностировать. Без диагностики тут никуда, и послеродовая депрессия является диагнозом, клиническим диагнозом. По появлению которого вам будет назначено, в общем-то, лечение, да, по постановке которого вам будет назначено лечение, и, соответственно, лечение, вот в данном случае, ну, позволит вам поддерживать и решить, вот, какие-то свои задачи, да, и решить какие-то свои проблемы. А пока, вот если мы говорим, да, о том, что, ну, у вас, я так понимаю, диагноза нет, но пока тут что-либо советовать, да, и что-либо говорить, да, ну, вот, на мой взгляд, как-то вот несколько, ну, неэтично, что ли, вот, это первое. Второе. Второй момент. Значит, второй ребенок, вот, он всегда-всегда чем-то обусловлен. То есть, ну, ребенок, второй ребенок не появляется просто так, да, как мы понимаем, как мы можем видеть, вот, что второй ребенок, как-то, как и первый ребенок, это не что-то случайное, вот. Поэтому, к чему бы я обратился, это, пожалуй, вот, к тому, что такое для меня ребенок, да, что он для меня значит, как я вообще, вообще пришла к тому, что вот у меня внезапно, ну, условно говоря, внезапно, появился второй ребенок и так далее. Это первое. То есть, это второе, наверное, не помню. Третье. Значит, ну, конечно, необходимо сформировать, ну, по-новому свой быт, да, то есть, вот, если ваш муж вам не помогает, то наверняка есть какие-то причины, да, какие-то основания для того, что он вам не помогает, какие-то проблемы есть между, между вами. Вот. И это нужно решать. Это нужно решать. Это нужно решать. Нужно это смотреть. Нужно это исследовать. Вот. Разговаривать, вот, в какой-то степени, да, с вашим, ну, с вашим мужем, вот, обсуждать, вот, проговаривать и, в общем, как-то, вот, обустраивать свою жизнь, свой быт. Вот. Как-то распределять нагрузку, которая, вот, вам, поступает, да, и отдыхать, набирать сил. Вот. Что касается того, что ребенок будет ревновать, вот, то это интересное высказывание про ревность ребенка. Вот. И хочется здесь как-то вот спросить, а почему, почему вы думаете, что ваш ребенок обязательно будет ревновать? То есть, откуда этот страх? Ведь совершенно очевидно, что это ваши собственные некоторые измышления на эту тему. Совершенно очевидно, что это ваши мысли. Совершенно очевидно, что вы об этом думаете сами. сами вот только очень интересно, как вы к этим мыслям вообще приходите. Да? Вот. То есть, очень интересно, как вы вот к таким мыслям значит поворачиваете, потому что мысли это ваши и соответственно, если вот что-то такое возникает, вот, что на мой взгляд совершенно очевидно, что вот эта ревность или какая-то недовлетворенность или какая-то борьба, если хотите, если хотите, за внимание, борьба за вот эту вот какую-то значимость этой истории, она очень сильно про вас в первую очередь. Вот. И вы сами вот это переживаете. Вот. То есть, вы сами об этом думаете, вы сами испытываете вот эти чувства. вот. Ну, да, сейчас вы приписываете как-то это ребенку, вот, что-то ребенок будет ревновать, да, а не я на самом деле, то есть, это вот ребенок как будто бы не про вас, но на самом деле это именно, это именно именно про вас все-таки. Вот. И вот очень важно разобраться с тем, что в этом от вас. Очень важно разобраться, что в этом ваше. Вот. Понимаете? А, и, в общем-то, отделить, отделить вот свои определенные чувства, свои определенные эмоции, да, свои переживания от того, что вы приписываете ребенку. Вот. Ребенок не вы, да, он может, может как-то считывать то, что вы ему транслируете, он может считывать то, что вы сами испытываете, он может это считывать, но нужно понимать, что делать, он это будет по вашей указке, скажем, скажем так, да, то есть он не будет это делать сам. Вот. И задача, в общем, здесь довольно простая, она заключается в том, чтобы вот именно обратить внимание на себя и на свои переживания, вот, и, значит, отделить, отделить их. Вот. А в целом, вот это вот такое депрессивное состояние, о котором вы говорите, да, вызвано рядом факторов, вот, которые, как правило, связаны с тем, что вы себя не слышите и, значит, управляете себя как-то вот, ну, обесцениваете где-то, где-то как-то себя, вот. А, это приводит вот к развитию вот таких совсем нехороших ощущений, вот. Поэтому я думаю, что нужно исследовать, что и как конкретно вы себе подавляете, вот, нужно смотреть на это, вот, и я думаю, что учиться выражать, вот, я думаю, я думаю, так, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете, с точки зрения, психологии, с точки зрения психотерапии, и с точки зрения, вот, значит, моего опыта, который у меня есть, да, и вот это все является, на мой взгляд, важно. Эээ, как-то так, я думаю. На этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно, буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. в дальнейшем, и кош甲